Друзья мои, всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы поговорим про вот эту маленькую букашку, которую вы видите у себя на экранах. Это лучс или лучш, или я не знаю как правильно прочитать, вообще название происходит явно от немецкого языка, поскольку машинка Германии и все его нежно всегда лучом называли. Раньше эта машинка находилась в дереве исследования, потом ее сделали коллекционной. Находилась она вот здесь вот, надо было идти к Леопарду на 5 уровень, не через ПЗ-4Д, ПЗ-4Д вел вот сюда вот, по вот этой веточке. А здесь снизу ниже ПЗ-4Д находился луч, а после луча уже Леопард. И мне честно говоря, когда я начинал только играть в танки, луч ну прям капец как нравился. Это была очень бодрая, быстрая машинка с барабанчиком, ну таким довольно веселым, всего лишь 2 шота по 2 выстрела за каждый раз. Ну точнее, как правильно сказать, да, там получается 2 пары. То есть сначала выпускаешь первую пару снарядов и сразу выпускаешь вторую пару снарядов. Причем происходит перезарядка между снарядами 0,14 секунды. Это короче считайте, что она вообще не перезаряжается. То есть по сути все 4 вы просто выгачиваете практически одновременно, только приходится на кнопку нажимать. Время перезарядки магазина 7,5 секунд. Урон в минуту, ребят, 1387. Я не буду говорить ни про разброс, ни про время сведения, потому что эти цифры, они вам не нужны абсолютно. И углы склонения тоже вот просто таки неинтересны. Что интересно, что для танчика 4 уровня средняя бронепробиваемость 80, а средний урон 45. Это, ребят, за шот. Таким образом получается 45 плюс 45, 90. И, в принципе, с магазина вы выкидываете сразу 180 единиц урона. Ребят, при 636 запаса прочности самого луча, ну, в принципе, довольно прикольно. Я сразу скажу тем, которые начнут кидаться в меня фекалиями по поводу того, что я делаю обзоры на песок. Да, ребят, я делаю и делать буду, потому что в песке иногда бывает фаново. Потому что в песке тоже есть люди. Ну и потому что мне нравится залазить периодически в песок. Итак, ребят, в чем прикол луча? Прикол луча и почему сейчас обсуждаем заключается в том, что сейчас начался опять ежемесячный ивент. И в этом ивенте вот он, красавец луч. То есть, если вы задонатите, первое, что вы получите, вот прям сразу ничего не делая, просто зайдя в этот ивент, если кинуте донат и купите себе особый пропуск, вы получаете себе, помимо 500 голды, получаете луча. Вы луча, конечно, можете захотеть продать. И вот если вы захотите его продать, вы получите аж 100 голды. Но, ребят, не торопитесь продавать эту машинку, потому что 100 голды это всего лишь 2 дня вам посмотреть рекламные ролики по 50 голды в день. Ну, короче говоря, просто оставьте себе в коллекцию данную машинку. Пусть она у вас стоит, радует глаз, может периодически будете закидываться куда-нибудь в песочек, ну и, соответственно, фанится. Я это сейчас попытаюсь сделать, не знаю, получится или нет. Я давно не играл на луче, я, наверное, не играл на нем, ну, года 2. Это вот к гадалке не ходи. Поэтому побежали в бой, для меня, честно говоря, каточки будут вот прям как в первый раз. И я не знаю, такое немножко ностальгическое настроение у меня. Все-таки давно я не играл. Вот смотрите, кто-то тоже взял луча и зашел. И я вот больше чем уверен, что вот этот вот браток, он не играл на луче тогда, когда луч только появился. Я имею ввиду, когда он был в дереве прокачки, да, то есть когда появились ветки и, соответственно, появился луч. Он тогда еще явно и не знал, когда начал играть о том, что луч когда-то был в ветке исследования. И это реально, ребят, донатер, который открыл себе нижнюю веточку прохода ивента и первым делом получил себе с первых секунд луча. Что касается подвижности. Машинка, честно говоря, может я сильно ностальгирую по тем временам, но, по-моему, раньше луч бегал быстрее. Резь, ребят, среди тех, кто смотрит сейчас видео, есть кто-то, кто играл в танки. Лет эндок шесть назад, когда луч находился еще в дереве исследования, отзовитесь, напишите, пожалуйста, свой коммент по поводу луча. Есть ли он на сегодняшний день в вашем ангаре, ну и как он вам, берете ли вы его периодически на покатушке. Я, честно говоря, вот сейчас еду и понимаю, что раньше как-то, блин, все оно было гораздо веселее. Ты как-то бодрее перемещался по карте, на картах происходила какая-то, честно говоря, вакханалья, по-другому это не назовешь. И ты был такой вот прям на этом танке неудержимый имбовый боец, который бегает просто-таки по всем углам, накидывает, убегает, приносится заново и заново отбрасывает магазин во врагов. И за этими временами я, честно говоря, очень сильно скучаю и очень сильно грущу, потому что как-то фановее все было и как-то веселее. И тогда как-то народ друг другу, ну самое оскорбительное, то что мог написать, что кто-то рак. Вот это вот было прям вот вообще тебя настолько сильно опустили ниже плинтуса, вот по оценке твоих навыков игрока, что ты прям чувствовал себя униженным и оскорбленным. Сейчас, когда кому-то пишут, что раки, ну это я так понимаю, пишут более древние игроки, которые пытаются вот прям сильно обидеть, но у них абсолютно это не получается, потому что никто уже просто на такие вещи не реагирует серьезно. Так вот, ребят, те времена, они все-таки были и они должны периодически возвращаться. Поэтому, если вы древний игрок в танке и у вас сейчас есть возможность задонатить для того, чтобы открыть себе нижнюю веточку ивента, я бы вам настоятельно рекомендовал открыть ветку и получить себе хотя бы этого луча. Все-таки машинка незабываемая и, ну, что-то такое вот теплое в душе у вас явно проснется. Досматриваем бой, обязательно сейчас запрыгнем в следующую катку, ну и там еще немножко побегаем и порысачим. Заодно, кстати, ребят, посмотрим, на что эта коллекционная машинка способна была в этом бою, какое огромное количество урона она принесла, ну и насколько сильно она зарешала в этом бою. Итак, друзья мои, 531 единица нанесенного урона, знак классности третьей степени, один уничтоженный враг, мы заработали 7800 единиц серебрухи, мне, кстати, даже интересно стало, да, это без учета према, короче, машинка даже фармит, ребят, я бы так сказал, можно накосить себе 7 миллионов, но не буду считать, за сколько таких боев. И мы, ребят, в середине по урону, короче говоря, мы отыграли, я бы сказал, что практически как все, да, если не считать вот этого Титана МК-1, который накосил аж полторушку, ну а все остальные сыграли среднячком где-то так же, как и мы. Короче говоря, ребят, вот что меня умиляет в этих маленьких и старых машинках, так это то, что, когда ты берешь эту машину, ты вот просто напрочь забываешь о таких понятиях, как тактика, стратегия, время перезарядки у кого-то, кто куда поедет, кто чем будет заниматься, кто кого прикрывает, кто контрит, кто не контрит. Короче говоря, ты просто вот на таких машинках заходишь в бой, делаешь все, что тебе хочется, однозначно не задумываешься о том, победишь, проиграешь, что там у тебя на кону по результатам боя будет стоять, получишь ли ты мастера, ты просто об этом всем не думаешь, ты вот просто заходишь и играешь, просто получаешь удовольствие. Я даже не знаю, с чем это сравнить, вот серьезно, вот, вот, наверное, это можно сравнить, если кто помнит старую карманную электронную игру Волк ловит яйца, и то, наверное, там ты больше переживаешь за какой-то результат, ну сейчас уже, наверное, не переживаешь, да, наверное, раньше переживал, как-то в детстве, да, там, чтобы, не дай бог, яйцо какое-то не разбилось, лишнее, но и, соответственно, ты не слился, и ты сидел там с дрожащими руками, держал эту игрулинку в руках, вот, а, 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 а сейчас, как бы, берешь, и тебе вообще, в принципе, по барабану, вот, упадет то яйцо, не упадет, просто погонять, да, там, пару минут времени, чисто по приколу. Короче говоря, ребят, вот такой вот и луч вот этот, он вот для того, чтобы просто зайти и вот просто покататься, и вот вообще по барабану, вот сейчас меня вынесут, скорее всего, вот этот вот товарищ луч сейчас будет со мной бодаться, а мне вот вообще ровно, приедет, не приедет, проиграем, не проиграем, я сейчас не смотрю вообще никуда, ребят, ни на миникарту не смотрю, не смотрю вообще ни на что, мне вообще все равно, где находятся мои союзники, есть ли у меня прикрытие какое-то и так далее, вот просто все вам ровно. Заходите в игру, бегаете по карте, ну реально, я, честно говоря, могу ошибаться. Знаю точно, что на сегодняшний день в игре плохой называют Е25, да, по-моему, ПТ-шка такая маленькая. Вот ее, по-моему, называют сейчас плохой. Раньше, раньше, когда еще Е25-го не было в игре, поправьте меня, старожилы Блица, Блица, плохой как раз и называли Луча, но, возможно, ошибаюсь. Итак, ребят, давайте так чисто по-серьезному засудим, значит, смотрите, пробиваются бокам, значит, пробивается спереди, пробивается явно с кормы, хотя у меня не стреляли в корму, но, короче, ребят, пробивается везде, брони нет. Поэтому, если вы суперскилловый игрок, если вы боретесь за свою статистику, ни в коем случае не берите себе Луча, вот просто не берите. Фармит ужасно, ну, как бы вообще нерезультативная машина в игре, и поэтому ваша статистика, за которую трясутся ваши руки, глаза там подергиваются, не дай бог проиграть, ну, короче, ребят, Луч явно не для вас. Это явно машина вот, ну, вот просто для жесткого нагиба в песке, куда, как правило, статисты нос не суют. Но это мое личное мнение. А вообще, ребят, машинка, если серьезно, очень фановая, очень прикольная. Может, я сейчас не очень классно отыграл, но я вот серьезно говорю, я зашел, не смотрел ни на миникарту, ни на то, где находятся враги. Я просто ни на что не смотрел. И вот зашел и просто от вот такой вот букашки получал какое-никакое все-таки удовольствие. Чего и вам желаю. На данный момент, ребят, у меня все. Я буду благодарен вам за подписки. Вы можете оформить ее в правом нижнем углу. Вы желтый шильдик нажимаете на него и в один клик становитесь постоянным зрителем моего канала. Я вам буду безумно рад. Ну, а данное видео не воспринимайте серьезно. Это не был обзор на луча. Это просто была дань лучу, как чему-то очень-очень древнему в этой игре. И тому, что, ну, как-то где-то из глубин души достает вот те теплые, приятные впечатления какой-то новизны, ну, и какой-то имбовости в игре, которую я переживал, наверное, лет эндок шесть назад. Всех благ, всего хорошего. Возвращайтесь на канал. Буду вам безумно рад. Мира вам и спокойствия.